Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Что если я скажу тебе, что происходящее событие в Израиле – это просто отвлечение от самого главного кризиса, который сейчас происходит? И то, что происходит, станет для тебя и многих других людей совершенно шокирующим откровением. Начнем с того, что Байден выступил сегодня утром в 5 часов утра и сделал довольно громкое заявление. Одна из ключевых проблем, с которой я попросил совет разобраться – это несправедливые комиссии, известные как нежелательные сборы. Это скрытые платежи, которые компании вставляют в ваш счет, чтобы заставить вас платить больше, потому что они могут это сделать. Эти скрытые платежи могут исчисляться сотнями долларов, обременяя семейный бюджет и затрудняя оплату семейных счетов. Может быть, для богатых людей эти нежелательные платежи и не имеют значения, но для работающих людей, живущих в таких домах, как в том, в котором я вырос, они точно имеют большой вес. Но это заявление сделано на фоне 10 других событий, которые давят на банки с такой силой, с которой они могут и не справиться. Это может привести к серии банкротств банков и, возможно, к банковской панике, которая распространится из Америки дальше. Поэтому я собираюсь разложить все по полкам в этом видео. Я покажу, что происходит на самом деле с помощью проверенных фактов, чтобы мы могли подготовить себя и свои семьи к грядущим сумасшедшим временам. Ну а прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк. Давай продолжим разрывать этот YouTube-алгоритм. На прошлом видео мы набрали более 50 тысяч просмотров, и это нереально меня вдохновляет. Большое спасибо за такую поддержку. Итак, сегодня вышли данные по инфляции цен производителей. Оказалось, что оптовая инфляция выросла на 0,5%. И теперь они говорят следующее. Целевой уровень в 2% годовой инфляции не будет достигнут в течение еще нескольких лет. Помнишь, как ФРС США говорила, что инфляция временная? Теперь уже несколько лет. Но я могу с уверенностью сказать, что до 2% инфляция не дойдет в обозримом будущем, потому что им придется начать печатать колоссальные суммы денег. Цены на нефть продолжат расти. Все будет инфляционным, и все эти расходы будут переложены на потребителей. Как мы и говорили в прошлом видео, первая и вторая мировые войны также легли налоговым грузом на плечи потребителей. Поэтому мы и не дойдем до 2%, скорее всего до 10%. Но эти официальные 10% для потребителей будут ощущаться как все 40%. Однако вернемся к этой статье, в которой Байден буквально объявляет войну нежелательным сбором и комиссиям. Кто взымает эти комиссии? Конечно же банки. То есть правительство США объявляет о борьбе с банками. Так, крупные банки, по их мнению, не могут взымать такие огромные комиссии и обманывать потребителей неожиданными сборами. Это предложение является частью чрезмерных усилий администрации Байдена по усилению конкуренции в отрасли. Но что происходит на самом деле? На самом деле речь идет не о повышении конкуренции, а о попытке ликвидировать многие банки. С помощью еще большего ухудшения их финансовых затруднений. Посмотри, например, на это. Новые банковские правила не могли бы предотвратить банковские крахи в США в этом году. Но что еще важно? Банки больше не смогут выступать в роли собственных риск-менеджеров. Согласно новым правилам, банки с активами в 100 миллиардов и больше, больше не смогут использовать собственные модели для управления рисков по кредитам и другим видам деятельности. Ранние их собственные оценки рисков служили основой для принятия решения о том, какой объем денег необходимо держать свыше минимально требуемых резервов. Теперь им это запрещено. Подумай вот о чем. Банки раньше кредитовали и одалживали деньги, исходя из собственной системы оценки риска. Вот почему, если посмотреть, кому многие региональные банки давали деньги раньше, то можно увидеть, что это был в основном малый бизнес, то есть обычные люди. Но эти крупные банки стараются работать уже с частными клиентами. Они пытаются работать и предоставлять различные продукты им. Поэтому, когда они начнут вмешиваться и изменять требования, что уже происходит, это изменит кредитование, изменит всю банковскую систему. И это уникальный случай. Банки должны будут учитывать нереализованные убытки или прибыль по ценным бумагам в портфеле. Так, например, из-за повышения ставок ФРС, Silicon Bank накопил много нереализованных убытков от владения облигациями. Затем ему пришлось продавать их в убыток, что и привело к краху. Но все нормально. Теперь банкам не нужно держать денежные резервы на случай таких убытков. Хоть это и кажется безответственным. Но посмотри на это. Частичное банковское резервирование больше не существует. Резервные требования теперь 0%. И так было с 2020 года, на минуточку. И именно с этого момента банки больше не обязаны держать какие-либо депозиты и деньги, что делает всю систему уязвимой, рискованной, неплатежеспособной. Банки становятся неплатежеспособны и кризис ликвидности разгорается со страшной силой. А значит, когда регуляторы придут за этими банками в рамках объявленной войны Байденом, банки испытают еще большие проблемы. Ну а что же делают самые большие банки США? Крупнейшие банки в Америке, Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo и другие накапливают огромные денежные резервы, направленные на облегчение потерь по кредитам и другим услугам. Короче говоря, страхуются. В условиях, когда федеральная резервная система продолжает цикл ужесточения кредитно-денежной политики, угроза вступления США в рецессию в конце этого года или в 2024-м весьма вероятна. Именно поэтому крупнейшие американские банки продолжают создавать еще большие резервы на покрытие возможных потерь по кредитам. При этом повсеместно признается, что грядет дальнейшее ухудшение качества кредитования, то есть кредиты раздавать будут куда более неохотно. Крупнейшие американские банки отчитались о высоких доходах по итогам второго квартала, в то время когда региональные практически банкроты, продемонстрировав, насколько выгодным оказалось повышение процентных ставок для роста кредитной активности и чистой процентной маржи. Ну прямо какой-то параллельный мир. Однако истечение срока действия ряда государственных мер, поддерживавших уязвимые слои населения и бизнеса во время пандемии, грозит сейсмической волной дефолтов по кредитам. Кредиторы все больше обеспокоены тем, насколько негативно растущие процентные ставки влияют на заемщиков в условиях, когда центральные банки продолжают бороться за снижение инфляции до 2%. Что же это означает простыми словами? Во-первых, крупнейшие банки готовятся к потрясениям, готовы поглощать свеженькие обанкротившиеся региональные банки, а во-вторых, в скором времени последует ужесточение стандартов кредитования, кредитный кризис. Банки начнут действительно ужесточать условия кредитования, особенно в отношении потребителей. Учитывая уровень личных сбережений, мы понимаем, что у потребителей сегодня все очень плохо. Они находятся в гораздо более худшем состоянии, чем даже в 2007-2009 годах. Насколько же все плохо на самом деле? Дефолты по кредитным картам и автокредитам достигли десятилетнего максимума. И это если не говорить о том, что, как стало известно 1 октября, 44 миллиона американцев задолжали по студенческим кредитам. Так что эти данные еще не учтены во всем том, что предстоит пережить банкам в ближайшее время. И пока все это происходит, ты видишь, что происходит с ценами на нефть. Как бы нам не хотелось, чтобы было иначе, но более 80% энергии, используемой мировой экономикой, приходится на ископаемое топливо, уголь, нефть и природный газ. Далее будет цитата из этой статьи. Именно с момента российского вторжения в Украину в 2022 году цены на сырьевые товары начали расти. Накануне стоимость корзины сырьевых товаров уже выросла более чем на 50% по сравнению с годом ранее. Когда начался конфликт, цены на нефть подскочили до 100 долларов. Экономисты быстро осознают потенциальную угрозу инфляционного фронта и отметили инфляцию как препятствие для экономического роста. JP Morgan Chase предупредил, что если цены на нефть превысят 150 долларов за баррель, инфляция может взлететь до 7%. Сейчас официальные лица говорят, что инфляция сегодня 3,5%. Кстати говоря, сегодня выйдет CPI за прошлый месяц и мы узнаем точные цифры. А значит, есть потенциал ее удвоения в два раза выше. Можно только представить, какими будут реальные цифры для потребителей. Ипотечные ставки, так уже около 8%, если мы говорим про 30-летние ипотеки. В зависимости от кредитного рейтинга, при росте инфляции вдвое, многие потребители окажутся в очень, в очень большой беде. И владение собственным домом окажется невыполнимой мечтой. Многие люди сейчас смотрят на стоимость жизни и говорят, знаете, вот бы мне мой личный дом. И они обращаются к ипотечным кредитам с регулируемой ставкой, чтобы сделать свои платежи более приемлемыми и гибкими. Они могут сэкономить четверть процента, например, если так сделают. Но они не понимают, что к тому моменту, когда им нужно будет рефинансировать кредит, разворота политики ФРС США может и не быть. Потому что сейчас они говорят, что для достижения 2% инфляции им нужно несколько лет. Многие люди, купившие дома под 5 или 6% ипотеки, думали, что это слишком высокая ставка. И они должны будут в будущем получить рефинансирование, например, со ставкой в 2,5 или 3%. Что ж, сейчас ставка 8. Но что произойдет, если ФРС не начнет снижать ставку, а инфляция будет расти дальше? Я полагаю, что многие люди начнут сдавать свое жилье в аренду, если это будет выгодно. Либо же отдадут ключи банку, когда он конфискует его. Ипотечный кризис. Хуже 2008-го. Но затем я увидел эту статью и подумал, что это очень интересно, потому что все это связано. Все это связано с тем, что будет в будущем. Меня привлекли эти крупные имена, которые знает весь мир. Рокфеллер Фаундейшн. Реформирование подхода Всемирного банка к риску может разблокировать почти 190 миллиардов долларов США в виде дополнительного срочного кредитования для развивающихся стран, не ставя под угрозу его кредитный рейтинг 3А. Показало исследование, проведенное по заказу фонда Рокфеллера. Исследование, проведенное международной финансовой аналитической фирмой Риск Контрол, показало, что два основных кредитных подразделения банка – Международный банк реконструкции и развития, Международная ассоциация развития – имеют значительный контрольный актив для стимулирования кредитования. Кому же они собираются предоставить эти кредиты? Неужели потребителям, людям, бизнесу внутри страны? Конечно же нет. Рокфеллер нанял компанию Риск Контрол, которая заявила, что ослабление резервных требований к банкам, то есть обнуление этих резервов, может высвободить сотни миллиардов дополнительных кредитов бедным и развивающимся странам на борьбу с климатом. Они утверждают, что развивающиеся и бедные страны для этого должны получить 2,4 триллиона долларов в год. Итого, банковская система США под угрозой значительного сокращения. Крупные банки готовятся жрать мелкие, долги бьют рекорды, неплатильщиков все больше, стоимость жизни выше, чем когда-либо, жилье недоступнее, чем когда-либо, а зарплаты они успевают за инфляцией. И при этом ФРС США считает, что как минимум несколько лет им понадобится для достижения 2% инфляции. И в этих условиях региональным банкам запрещено самостоятельное управление рисками. Полностью обнулены банковские резервы и создается какой-то канал истока триллионов долларов куда-то, что официально названо борьбой с климатом. Многие скажут, что нас уже вогнали в состояние рецессии. Некоторые скажут, что нет. Но вот на Википедии, например, значение слова «рецессия» переписали несколько раз. Тем не менее, если она будет усугубляться, то мы столкнемся с волной дефолтов. Уже сталкиваемся. Из-за высоких процентных ставок, что приведет к ужесточению кредитования, к так называемому кредитному кризису. Когда уже в 2024 и 2025 годах людям придется продавать бизнесы. И что самое главное – дома. И очень забавно на этом фоне звучат слова кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего. Он говорит, что гигантские корпорации, такие как BlackRock, Vanguard и другие, стремятся к контролю жилья и домов в Америке. Более того, есть три гигантские корпорации – BlackRock, State Street и Vanguard, которые коллективно связаны друг с другом, так что это действительно одна гигантская корпорация. Они также владеют 89% акций S&P 500. Они владеют всем. Теперь они решили купить все дома в Америке. Если они будут продолжать двигаться по нынешней траектории, то к 2030 году им будет принадлежать 60% домов в этой стране. Они буквально пытаются купить все. И глава этой компании, Ларри Финг, генеральный директор BlackRock, входит в совет директоров Всемирного экономического форума. И они говорят, что мы хотим великой перезагрузки, которая заключается в том, что у вас ничего не будет, и вы будете счастливы. Так вот, они уже на пути к тому, чтобы сделать так, чтобы мы ничем не владели. Вы все, наверное, слышали о людях, которые собирались купить дом. Но тут кто-то приходил в последнюю минуту с предложением о покупке за наличные, и дом снимался с продажи. Обычно это было ООО с двухсмысленным названием. Но если вы проследите за ним, то обнаружите, что оно принадлежит компании BlackRock. BlackRock входит в число нескольких мощных компаний, которые вытесняют рабочие семьи с рынка жилья в сферу аренды, тем самым лишая их капитала и даже возможности получить кредит на собственное жилье. Когда BlackRock будет контролировать все эти дома, которые сдаются в аренду, кому будут платить люди? BlackRock. На своем сайте BlackRock утверждает, что не покупает никакие дома. Они лишь говорят, что покупали землю для строительства, сдаваемой в аренду недвижимости. И заверяют, что делают это, чтобы увеличить предложение доступного жилья. Но на самом деле они хотят создать монополию на арендуемую недвижимость. Почему эта проблема, спросишь ты? Долгосрочная цель состоит в том, чтобы лишить среднего американца возможности владеть домом. И мы это наблюдаем прямо сейчас. Владение домом становится роскошью. При этом целью является также и повышение цен на дома. Например, с помощью процентных ставок и невыносимых ипотек. Это, в свою очередь, повышает стоимость сдаваемой в аренду недвижимости, что позволяет им оправдывать повышение арендной платы каждый год. В то же время домовладельцам приходится платить больше налогов на недвижимость, поскольку их дома стоят больше. Конечная цель будет заключаться в том, что мы навсегда останемся в долгу перед этими корпорациями. Американской мечты больше не существует. Вот к чему все идет. И как окончательный вывод, эту войну также принесли и наши друзья, в кавычках, BlackRock и другие гигантские корпорации, которые, как сообщает MatLife Investment Management, уже в 2030 году будут контролировать 40% американских домов. Но я считаю, что это будет не только в США. Но меня зовут Богатейщий Ди. Анализируй и думай. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!